Не хотел я уже особо возвращаться к этой теме, хотел оставить этого человека на несколько дней, но он, тем не менее, постоянно вылазит в информационное пространство и, видимо, как его большой кумир Дональд Трамп, будет теперь удивлять нас различными дурацкими сообщениями. На этот раз Зеленский отличился тем, что в фейсбуке написал поздравление городу Киеву. Есть то, что делает Киева Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро. Это субботняя тишина утреннего подола и неутомимый гул проспекта Победы. Вот это сравнение Киева с пахнущей шаурмой искренне возмутило многих граждан Украины и особенно жителей самого города Киева. Давайте почитаем, что люди написали своему горе-президенту на этом. В интервью кого-то из квартальщиков прочла о специфике работы автора в коллективе. Как обычно, мозговые штурмы в кавычках проходят, сценарии пишутся, функционирование внутренней кухни действительно интересно. Так вот. Отвечая на вопрос о том, какое на этого квартальщика впечатление произвела инаугурационная речь избранного главы государства, квартальщик сказал «Зеленский и Шефир сами по себе довольно сильные авторы и их двоих хватит, чтобы такую речь написать». Может, не дословно, но смысл точный. Теперь, после заявления Зеленского о Киеве, я не сомневаюсь, что так оно и было. Что Фейсбук, что инаугурационная речь – один хрен. Он сам креатив лично и в креативе своем вполне искренен. Запах шаурмы в Киеве. Ага. Президент поздравил Киев с днем рождения и написал, что Киев – это запах шаурмы возле метро. Если бы такое написал президент Порошенко, то народ бы отреагировал. Довел людей, бедный народ, вынужденный травиться вонючей шаурмой у метро. На нормальную еду денег не хватает. Когда такое написал президент Зеленский, ну, правду же написал, это же так мило. Видно, что парень из народа. Это не потому, что кто-то плохой или кто-то хороший. Все зависит не от того, что делает президент, а от того, как лично вы его хотите трактовать. Вот и все. Я понял бы еще и киевская перепичка возле ЦУМа. Но чтобы шаурма – символ Киева, мы точно живем в одном городе, упоминает Виктор Шлинчак. «Мой город свободный, с характером, он разная, но честный, европейский и настоящий. И, должна признаться, так сложилось, что мой город пахнет свободой и разумом. А президент моей страны пахнет шаурмой, как и его идиот-спичрайтер», – написала известная журналист и блогер Янина Соколова. «Мне, киевлянину, резануло поздравить с днем города такими словами может тот, кто искренне Киев терпеть не может». Алена Яхно решила вступиться за шаурму. Несколько слов в защиту шаурмы. Я уже писала, что у нас это ближневосточное блюдо безбожно дискредитировано подачей с майонезом, который совершенно неуместен. В оригинальном варианте используют нежирный соус, а я знаю, несколько точек в Киеве, где готовят настоящую шаурму с тонкими ломтиками баранины или телятины. И это очень вкусно. Ну да ладно шаурмой, а где он в Киеве липы унюхал, господа? Следующий журналист пишет, акции шаурмы должны взлететь до небес после такой рекламы. Ведь президент назвал это просто пищей богов. Сегодня день Киева, но в моей ленте Фейсбука это день шаурмы. Часть сограждан считает, что Киев может пахнуть такие раф-кафе или смузи из манго, но точно не шаурмой. У каждого свой Киев. Вот труба под Майданом или разбитая в хлам улица Кирилловская. Но не будем о грустном. Я вообще не врубился, а что не так с шаурмой? Шаурма, дёнер, кебаб, фалафель – супер еда. Я впервые попробовал его в 2003 году в Страсбурге на улочке от вокзала в Старый город, когда приехал на сессию пассе как журналист. С тех пор обожаю шаурму, точнее ее разновидность ювка. То есть не в булке, а в тонком тесте. Овощи, мясо, сытно и дешево – шаурма один из символов Берлина. Шаурма – это признак мультикультурности, для которой немцы придумали термин «мультикульти». А всемирно известный бренд одежды «Дизель» в прошлом году сделал коллаборацию с ларьком берлинского дёнера Мустафаги Мюзи Кебаб, который стал символом города с бесконечными очередями за шаурмой. Давайте не жить стереотипами. Киев – это не город с открыток или банальных фотографий, которыми заклеено метро. Это в том числе и шаурма. А беспокоиться давайте лучше будем о том, куда делись каштаны с Крещатика, когда будет ветка подземки на виноградарь и почему каждый год летом исчезает горячая вода. Так что всех с праздником и мудрости выбрать нормальных политиков на скорых выборах. Вот на этом я, пожалуй, остановлюсь. Ну, во-первых, это вранье. Дёнер-кебаб – не символ Берлина. Опять же, для тех, кто питается подобной едой, может это так и казаться. Дело не в том, что в том или ином городе продают шаурму. Судя по всему, её продают везде. Кстати, мне это слово несколько непривычно. У нас эта еда называется дёнер-кебаб. И действительно прав этот автор, разновидность её в тонкой лепёшке называется ювка. И действительно нет ни одного, даже самого маленького города в Германии, где бы эту еду не продавали. Но при этом никому в голову не придёт называть вот этот тип разновидности уличной еды символом города. Понимаете, о чём речь? Дело не в том, что её продают везде. Дело в том, какое место вы этой еде отдаёте. И да, это достаточно быстро и вкусно. Поесть, если у вас необходимость, вы в дороге или ещё как-то. Кстати, я не представляю, если у вас её делают с майонезом, то с господами что-то не так. На самом деле, действительно, там присутствует соус на основе йогурта. Но никак не майонез. Если бы шаурму в Германии продавали с майонезом, её бы точно брать не стали. Есть вегетарианский дёймер, есть особый с добавками типа баклажаны, кукурузы. Я уже даже такое встречал. Но в любом случае это точно так же, как Макдональдс или, например, какая-нибудь щебуречная, пельменная. Как это может быть символом города, я не понимаю. И действительно, правы те, кто пишут, что, по всей видимости, тексты, которые писали для квартала, сейчас же они же, эти самые люди, пишут тексты для официальных выступлений президента на публике и, соответственно, на фейсбук. То есть уровень точно такой же. Вопрос остаётся по-прежнему следующим. Почему победил Олух Зеленский со своей шаурмой, а не, например, Порошенко со своими круассанами? То есть тот, кто поднимал планку и предлагал Украине быть европейским, современным, модернизированным городом, а не какой-то российской провинцией. Те же, кто говорят, ну, правду же сказал, что ж такого, это те, кто предлагают вам опуститься до этого уровня. То есть не ставить планку выше и тянуться, ну, к чему-то более приличному, а соглашаться, скажем так, с какими-то абсолютно мещанскими вещами. Можно ведь было в речи написать, что город пахнет свободой и каштанами. Это было бы красивее и принято было бы, конечно, лучше. Но, видимо, уровень шаурмы – это уровень нынешнего украинского президента.